всем добрый день сегодня моё любимое видео это распаковка я уже давным-давно хочу себе хотела приобрести себе розмарин на кухню чтобы вот именно с подоконника в еду сыпать его листики и вот наконец-то заказала ко мне пришла посылка будем сейчас смотреть конечно смотрела вайвере но как они выглядят сейчас мы посмотрим еще не все врезать и здесь как это сделать не повредив цветочки таких сейчас доберемся до этих ой пахнут конечно вообще хорошие такие красивые пахучие тут же опять упаковано все деревня чтобы не пересохло картон мокрый красавчик купила я его очень дешево один такой вот стоит 25 гривен у меня есть такой продолговатый сейчас я вам его покажу я его пересажу эти все розмарины посажу туда потом хочу с них брать отрезать черенки укоренить и еще больше размножить так хорошо все упаковка а посылка шла всего лишь вчера мне отправили сегодня пришла новая почта не поможем ничего не поможем а я все вы вы с Вот таких 4 штучки, 4 розмаринчика. Сейчас я вам покажу горшочек, в какой я буду садить. Вот в такой горшок я буду их высаживать. И по-моему, будет отлично. Вот такая у меня сегодня распаковка. Такой розмарин, красивый, пахучий. Просто прелесть. Так, теперь буду сажать эти розмаринчики в мой горшок. Чтобы его тянуть. Так, керамзит, земля, горшок вот этот вот, который у меня специально для всяких специй. Хорошая рассада, мне нравится. Ну, рассада я имею в виду розмаринчик хороший, зеленый такой прям. Видно, с любовью выращен. Я почитала, какие полезные свойства розмарина. Это, конечно, нечто, и витамины, и, в общем, кому интересно, почитайте в интернете. Но это очень полезная травка. Так, теперь сейчас мы его присыпем землей. И будет у меня расти на подоконнике. Сам по себе, вот если его не трогать, он не очень пахнет. А если вот поделить его в листья, то он, конечно, так благоухает. Эфирных масел у меня много. Очень много. И прям, где я его потрогала, и руки пахнут, и воздух пахнет вокруг. Мне хочется, знаете, чтобы на кухне был аромат трав таких специй. И вот так. Понимаете. Спасибо. Потом я его почеренкую немного и еще укореню эти череночки. Будет еще больше у меня розмарина. Так, вроде бы примяло так хорошо. Так, осталось все вытереть и показать вам. Итак, показываю вам конечный результат. Вот такие розмаринчики у меня теперь есть, осталось мне их только полить. И все, пусть растут, набираются сил. Я вот смотрю, здесь такие веточки хорошие уже пошли. Такое хорошее разветвление. В общем, я довольна своим розмарином. Зеленый, пахучий, будет теперь расти у меня на подоконнике. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.